В День Победы сотрудники телеканала «Самара ГИС» подарили своим телезрителям настоящий праздник – 9-часовой интерактивный телемарафон. Наши журналисты, ведущие, руководители, гримеры и водители готовились к этому событию на протяжении нескольких недель. Все это время нам помогали представители администрации «Самары». Мы собрали много интересных историй о том, как наш город жил и работал в годы Великой Отечественной войны. На нашу идею провести марафон откликнулись сотни людей. Они присылали снимки своих родственников и знакомых, трудившихся в Куйбышеве. Рассказывали невероятные истории о героическом труде и подвигах своих бабушек и дедушек. 9 мая на нашем телеканале работал колл-центр. Зрители имели возможность поделиться воспоминаниями о тех, кто ковал победу в тылу. Спасибо вам большое за такую передачу, за тружеников в тылу, потому что особенно дети, вот и вспомнить, показать, чтобы все видели и знали. Потому что сейчас молодежь просто, мне кажется, этого не представляет. В это время наши корреспонденты освещали самые важные события, которые происходили в городе. Они работали на площади Славы, у Арки Победы, около завода Масленникова, освещали памятные военно-патриотические акции, в том числе Бессмертный полк. Ведущие телеканала Самара Гисинга Пеннер и Ян Налимов общались с гостями в студии в прямом эфире в режиме нон-стоп. Был даже такой эксцесс, что из короткой струбы Самарской грязь, которая в теплице сейчас ходит, ветер подул с Волги и угольная пыль, работая же на угле, она засыпала всю площадь Куйбышева. И перед парадом тем самым ноябрьский. То есть в ноябре который был. Да, и у главного инженера Куйбышев НР был крайне неприятный разговор по этому поводу. Я думаю, седай волосы уже на тот момент. В День Победы к нам пришли 15 гостей. Это краеведы, деятели культуры, сотрудники заводов и промышленных предприятий, представители городских властей и многие другие. Все те, кто изучает историю Самары, и те, чья жизнь уже стала историей. Многие не смогли сдержать слезы. Я бы, наверное, пожелала, чтобы они не совершили наши ошибки, потому что вот не я одна, я же разговариваю с ровесниками. Мы действительно упустили многое. Мы не расспросили, когда были еще живы бабушки и дедушки, когда были живы. Родители, мы очень мало об этом говорили. Они-то, понятно, послевоенные годы они старались, наверное, забыть. А мы очень мало интересовались этим, даже уже будучи достаточно взрослыми. Продолжение следует. Мы обращаемся к телезрителям с просьбой присылать нам архивные фотографии, рассказывать истории, делиться воспоминаниями о тружениках тыла и фронтовиках, благодаря которым Самара вправе рассчитывать на высокое звание города трудовой доблести. Анатолий Головко, Константин Головин. События.